Давай, помогай сахарочеку. И значит он расстанет, или как-нибудь его сиденье прижмешь, он рассыпется, заведутся муравьи, гроб-гроб. Моя мужика. Ты нашла его? Нет, еще. Можешь фонарик взять? Ну что, друзья, начинаем наше вечернее шоу в автомобиле. Мы снова выехали прокатиться после работы. Заехали в Макдональдс. Сейчас немножко пожрем, что-то так бургер захотелось. Почитали мы комментарии, конечно, к предыдущему видео. Это трэш. Энциклопедия русского ютуба я называю. Столько говна, просто пипец. И про то, что у тебя бати нету, и про бесплодие. У меня есть бати. Ну, понятно, просто люди пишут от незнания какого-то. То, что у нас все вообще не любовь и меркантильные отношения. Я не скажу, что мне обидно, потому что от этого ничего не поменяется. Хотим сыграть свадьбу? Я понимаю, что там не в меньшей степени, а вот девочкам это прям хочется. С самого детства, да? Понятно. Появится муж, будет свадьба, гости. Все это будет прикольно. Какой-то праздник. Поэтому я бы предложил, знаешь, не считать, наверное, деньги. Каждый тратит как хочет. Кто-то на бухло тратит. Я, например, нет. И что? Мне что, критиковать всех алкоголиков? У меня был один комментарий про то, что свадьба в 23-м году это колхоз. А мне интересно, то есть все вот эти вот блогеры-миллионники, которые играют свадьбы в том году, в этом году. Таких видео на ютубе очень много. Я сама их смотрела. Мне было интересно. Они все колхозники или что? Или откуда, вот не знаю, человек взял это мнение? Вот я считаю себя адекватным человеком. Снимаю обычный контент, я с наггетсов начну. Никого не критикую, не навязываю свое мнение. И мне наоборот прилетает. Вот я адекватный. Ты пидорас, ты олень, ты там то, ты там все, ты там пятое, ты десятое. А есть блогеры, которые свою аудиторию нахуй посылают. И они вот так вот просто... Ой, какой ты классный. Ой, какой ты замечательный. Вот, казалось бы, реально, просто лицемерие у людей девяносто девятого уровня. Поэтому, друзья, мы все равно будем играть свадьбу. А я его облизывала вот эту штучку, если что. Ничего страшного. Будем играть свадьбу, нам этого хочется. Будет прикольно, весело, задорно. Димка приедет, куча всяких родственников, молодежь. И мои родственники никого не уговаривали. Это было чисто наше решение. Прежде всего, вот это от двух людей, которых вы сейчас видите, исходит. И не надо додумывать. Хотя, вот, очень много у нас адекватных подписчиков, которые прекрасно понимают и сейчас напишут. Да не обращайте внимания, это там вообще люди. Не, насчет хейтеров, на самом деле, очень много таких подписчиков, наверное, не знаю, хейтеров-трусишек, которые боятся написать первое. Но если они видят, что какой-то человек, хейтер, высказывает свое мнение, то они в комментарии начинают его поддерживать, там прям вообще просто такие дискуссии ведутся. А самое главное, пишут на ютубе, потому что все это безнаказанно, можно забанить, а не без аватарки, без имени. Вконтакте вот и в телеге не позволяют себе этого писать, потому что ты сразу можешь ебнуть его, и он никогда не увидит твой контент от слова совсем. Ему придется заводить новый аккаунт. То есть, я нормально, кстати, к аргументации какой-то обоснованной. Я тоже к этому нормально отношусь. Не знаю, если бы я увидел пару, которые мне приятны, которые хотят сыграть свадьбу, ну, я бы только, наверное, порадовался. Просто столько грязи налили. И офигею, особенно касаемо денег, надо было так-сяк делать. Мне кажется, вот человек волен сам выбирать, как ему бабки тратить. Я за всю свою жизнь написала на ютубе, ну, вообще на всех общих площадках, раза-два комментарии, и то, когда мне очень сильно понравилось видео, и я решила как-то, ну, там, поддержать создателя, автора этого видео. Все, я ни разу, честно, ни разу не написала плохого комментария, какого-то язвительного. Даже если я смотрю кого-то, вижу, что там какой-то трэш происходит. У нас нет трэша. Но кто-то снимает реальный трэш. Я никогда не писала ему комментарий, что это ты такой козел. Нет, если человек не посмотрел видео и зайдет в наши комментарии к последнему ролику, он наоборот подумает, что там трэш какой-то творится. И мы какие-то неформалы с тобой, которые вообще какую-то дичь творят. Ты мне, там, сто лет, тебе двадцать, и мы такие, типа, давай свадьбу сыграем. Ну, так вот. Да. Ну, приятного аппетита, если кто-то есть вместе с нами. Я понимаю, что, возможно, сейчас влоги не такие интересные, потому что формат, в основном, что-то в машине снимаем. Так получается, никуда не ходим, все деньги на свадьбу копим. Ну, я думаю, все равно интересно, вот так мысленно поделись. Как стрим, можно сказать? Ну, я на следующей неделе, допустим, поеду на девичник своей подружки в Брянск. Вот, так что, возможно, тоже запишу влог. Может быть, кому-то будет интересно. Еще посмотрел прикольный комментарий был по поводу того, что у Кати нет образования, она собирается рожать. Так вот, что я хочу сказать, что Катюха на самом деле, ну, сейчас изучает всякие моменты, полезные для своей жизни. И я считаю, что быть образованным и человек, который уже с образованием, это две больших разницы. Потому что есть люди с образованием, но реально, просто у них в голове каша, и они ничего не знают. А есть люди, которые занимаются самообразованием, и у них, вот Тёма Лебедев, у него незаконченный институт, он проучился два или три года. У него даже корочки нет. Блин, его слушать одно удовольствие. Словарный запас, эрудиция, это очень кайфово. Поэтому в современном мире получать образование, даже если ты черпаешь самостоятельно из книг, каких-то материалов, изучаешь, докапываешься, расширяешь свой словарный запас, это гораздо лучше, чем ты в институте, блин. Оттарабанишь, получишь корочку, а у тебя, ну, реально, знаний просто ноль. Ты работаешь на какой-нибудь, там, нелюбимой работе за 50 тысяч рублей, и как бы всё. При этом мы же не исключаем момент, что ты пойдёшь учиться, действительно получишь корочку для того, чтобы осуществить свои планы, да, там, по йоге, может быть, что-то другое придумаешь. Может, ты, не знаю, видеографом станешь или фотографом, там, ну, кем-то, да. У меня есть даже в примерах люди, которые без образования, но при этом занимают топ-должности. Да, даже ты, твоё вот это образование, ты же учился, там, налогообложение, что-то там, да? Если бы ты его не получил, ты точно так же сейчас работал бы там, где ты работаешь. Да, я бы без образования просто, ну, у меня есть база, да, какая-то, по мне, тоже отличный пример. Казалось бы, работал в налоговой, сейчас в интернете, потому что сам этим начал заниматься. И первые, как бы, хорошие деньги я заработал самостоятельно. Создавал сайты, продавал. Или как-то не связано с тем образованием, которое ты получал. Абсолютно, абсолютно, вот. Поэтому, как бы, смотрите сами. А если бы ты работал по образованию, ну, корочку, которую ты получил, тебя эта работа не устраивала, ты её не любил, и доход тоже тебя не устраивал. Ну, что хотел сказать. Блин, как-то так красиво в голове рисовалась, камера включилась. Бывает, у меня такое. Вот я почему тебе не даю смотреть мои файлы, потому что чаще всего у меня начало такое же. Ребят, привет, и я... Привет, реб... Ребят, привет. И вот так вот я раз 15 могу повторить. И думаю, сука, ну можно мне сказать, пожалуйста. А до этого, знаешь, перед тем, как включить камеру, я тоже себе там диалоги уже расписала. Ну, монолог. Монолог расписала на 5 минут вперёд. Сейчас, да-да-да. А потом ничего не получается. Комментарий пишет, то, что Катюха нашла себе там богатенького буратину. Я прекрасно осознаю, что в этом ничего плохого нет. Меня, конечно, сейчас оленем каким-то будут называть. Любая женщина так или иначе мечтает, чтобы её мужчина был успешным. И в современном мире девушки знают себе цену. Ну, как бы не хотят соглашаться на какой-то трешняк алкоголика, который ничего не зарабатывает. Не потому, что люди плохие. И то, я не прям богач-богач. Ты со своей внешностью можешь кого угодно подцепить. Сейчас попробую я своё мнение высказать насчёт этого. Кто-то говорит про то, что у меня только вот меркантильные какие-то цели насчёт Андрея. Но это не так. Потому что если бы у меня была цель найти себе просто богатого мужика, неважно, как он выглядит, комфортно мне с ним или некомфортно, вообще есть любовь или нет этой любви, если бы мне всё это было неважно, то я могла бы найти в Москве, ну, не любого, понятно, но какого-то мужика, который зарабатывает даже больше, чем Андрея. Потому что таких в Москве много, я думаю. Очень много. Да, есть те, кто прям миллионы гребут, и я считаю себя симпатичной девушкой, я могла бы попробовать подкатить к таким людям. Но с Андреем это была случайность, случайная встреча. Я не знала, сколько он зарабатывает, я ничего этого не знала. Мы познакомились, мы понравились друг другу и начали как-то развивать отношения. Всё. То, что у Андрея достаточно хорошая зарплата, это классно. Ещё очень классно, что он работает на удалёнке, потому что и вот появится у нас ребёнок, у нас будет семья. Он сможет уделять мне и ребёнку достаточно времени, потому что у него удалённая работа. У него есть достаточно денег, чтобы обеспечить меня и ребёнка, чтобы мы могли там куда-то полететь, путешествовать. Это классно, это большой плюс, но это всё вряд ли прям из-за денег. Потому что если бы мне Андрей не нравился, как партнёр, у нас бы не было бы отношений. И я бы нашла какого-то мужика, богатого в Москве вообще. Да, это вообще несложно. В общем, надеюсь, меня правильные люди поймут сейчас, потому что я не знаю, как я выразила свои мысли, это всё, наверное, суббурно-то. Ты знаешь, я всё-таки скажу, у кого-то загорятся пердаки, но когда они пишут в твой адрес или в мой адрес комментарий, читай это как не в твою сторону, а как человек пишет «я и у меня вот так». И тебе сразу станет всё понятно, почему они так пишут. Может быть, кажется, что я где-то эмоционален и записываю весь этот видос как оправдание, но на самом деле нет. Я хотел свою позицию пояснить. И когда люди пишут там типа «вот ты там, сучка, нашла себе богатого», это означает, что она хотела бы так же, скорее всего. Баба, которая, извините, девушка, женщина, конечно, хочет себе успешного мужика, который её не лупит, не бухает, не ходит на сторону, не переписывается с бабами и нормально зарабатывает. Ещё такой момент. Я на самом деле никак не воспринимаю людей, которые комментируют чужую внешность. Потому что внешность люди не выбирают. Кто комментирует, там мои губы. Типа «накачай верхнюю губу», а то там страшно смотреть. Ребята, это настолько низко писать что-то про внешность. Это просто дно, максимальное дно. Я никогда не комментировала ничью внешность. Да блин, это то же самое, что… У меня это прям признак максимально невоспитанного человека, если переходит на обсуждение внешности. Вот вы можете написать, я не знаю, какому-нибудь блогеру, у которого, допустим, там нет руки, его за это обосрать, сказать, вот ты вообще придурок, у тебя руки нет. Вы этого вряд ли сделаете, потому что он этого не выбирал, как бы, а мне про мою внешность, про внешность Андрея вы зачем-то пишете. Ну да ладно. И еще тоже такой вот комментарий у меня будет. Мне написала, помню, женщина про то, что у меня очень некрасивая фигура, и что-то там про мои волосы, вообще, в принципе, про мою внешность, то, что я там некрасивая. Андрей, ради интереса, зашел на ее страничку. Я нашел ее просто. По фотке, через гугл поиск, нашел профиль, там... И мне показал. Жирная баба, блядь, с прической, как у мальчика. Чтобы вы понимали, обычно мы никогда не обсираем чужую внешность, то есть я всегда во всех людях пытаюсь найти что-то красивое. Андрей так же, он не обсирает чужую внешность, но вот эта именно женщина, она с ног до головы меня обосрала, можно так сказать, вот. А сама выглядит неухоженно, она очень полненькая, у нее стрижка там что-то под мальчика была, вот. И она что-то писала мне. Я лично... Она такая баба-мужик. Я понимаю, что я сам себе противоречу, но, как бы, блядь, посмотрите в зеркало, ну, типа, когда пишите про внешность. Или помнишь еще историю, когда я нашел женщину лет 45, которая меня обсирала, тебя обсирала. Я захожу на профиль, там, блин, улыбка, зубы на все четыре стороны света, там... Ну да, ты как будто себя противоречишь сейчас, но я скажу так, что если бы нам не написали этот комментарий, и мы просто чисто увидели бы, допустим, внешность этого человека, мы никогда бы ничего не сказали плохого про внешность, потому что мы так не делаем. Но так как на нас что-то сказали, то мы тоже можем ответить, позволить себе прокомментировать внешность этого человека. Других людей я не комментирую. Вот только вот эти две персоны, которые были, я специально нашел... Ну, просто это абсурд, понимаете? Когда пишут, что я некрасивая, вот, я не говорю, что я там вообще эталон какой-то, что там у меня идеальная внешность, понятно, ни у кого нет идеальной внешности. Вот, но такие комментарии, мне кажется, вообще неуместны. Особенно от людей, которые сами по стандартам красоты немножечко, ну, как бы... Страхаюбина. Нельзя так говорить. Да пусть засирают. Ну, говорю, может быть, и со стороны я достаточно лицемерный сейчас, и на камеру бы никогда этого бы не сказал, но хочется просто вот примеры привести, чтобы люди понимали мою позицию. Вообще, в целом, вот эти все истории про деньги, люди как бы просят, расскажи, расскажи, будь с нами откровенен. Я, блин, настолько откровенен. Вот реально таких людей на Ютубе не встречу. Я, блядь, всю подмоготную рассказываю. Не пизжу, не вставляю рекламу. Супер адекватно веду себя. Не спорю про религию, политику. Никого ничего не заставляю. В итоге я все время пидорас какой-то. И у меня от этого, не знаю, какие-то странные ощущения. Чего вообще народ хочет. Ну, я уже приводил пример с трэш какими-то блогерами, которые там нахуй посылают свою аудиторию, а все им бро смотрят. Вот, я уже, конечно, повторяюсь. Ну, если как бы не близка позиция, ну, пишитесь. Хотя, опять же, протяжа... Сейчас, извини, пожалуйста, про губы, про отписки. Тоже интересный случай. Чтобы вы понимали, когда вы пишете комментарии, я вижу, сколько подписаны на канал по времени. Да, то есть, мне это все доступно. Вам нет. И когда я вижу чувака, ну, расскажи, да. В общем, под последним роликом был комментарий. Я так над этим угорала. Какой-то, наверное, это мужчина написал то, что сколько вот лет смотрю Ежова, у него всегда видосы какие-то душные, ничего интересного, там, аудиторию он не набирает, вообще видосы говно. Но вопрос, чувак, лично я к тебе обращаюсь. Зачем ты смотришь столько лет Ежова, если тебе он не нравится, если тебя бесит его ролики? Ты зачем себя мучаешь? Для чего? А самый прикол, там бейджик был подписан на канал 4 года. Это просто, блядь, я не понимаю. Тему нравится себя мучить, походу, я не знаю. Просто 4 года чувак упорно пишет, какой я гандон. Господи, это просто ржака. Ну, может, и смысл в жизни. И таких, кстати, много. Если честно говорить, меня в начале наших отношений с Андреем, когда мы только начали выпускать какие-то ролики, только на его тогда канал, меня, честно, напрягали некоторые комментарии. Мне, правда, было как-то обидно. Я их воспринимала близко к сердцу, особенно если были какие-то сравнения меня и бывшей жены Андрея. Меня прям это очень сильно напрягало. Но сейчас я понимаю то, что адекватные люди никогда не пишут говно в комментариях. Адекватные люди могут максимум, если им там очень понравился контент, они могут там поставить лайк и написать то, что, блин, ребята, вы молодцы, круто. Но я, допустим, если смотрю какие-то ролики на Ютубе и там происходит трэш, мне что-то не нравится, и я считаю, что эти чуваки дебилы, и я бы так никогда не поступила, ну, как они, допустим, в этом ролике, я никогда не напишу им комментарии, что вы придурки, вы вообще творите какую-то хрень. Я так не напишу. Я просто закрою ролик и больше никогда не зайду на канал этого человека. И сейчас я это воспринимаю уже по-другому. Меня это так не обижает, как раньше. И я чаще даже смеюсь на такими комментариями. Это, конечно, энциклопедия русского Ютуба. Да? Комментарии под моим последним роликом. Еще очень прикольный был, когда я в прошлой жизни айфон дарил, и там было в районе 4 тысяч комментариев, но там раза три мне смерти пожелали. Ну, из такого интересного. За что? Я просто, блядь, подарил телефон. За что, блядь? Ну, короче, если, говорю, последний, посмотреть там примерно то же самое. Как мне тратить деньги? Куда? Какой выбор я сделал? Там правильный, неправильный? Про твою внешность? Про то, что я олень, там погнался за молодой, который... На самом деле, просто вот, понимаете, мы снимаем ролики, вы не всю жизнь нашу видите. Это правда. И Катя, несмотря на то, что ей 20 лет, у нее очень взрослое мышление, бывает такая категория людей, которые не соответствуют своему возрасту. То есть иногда я вижу дам, которым там по 35 лет, они умные в работе, начинаешь с ними про жизнь говорить, господи, ну там просто все очень плохо. И я наоборот считаю, что это очень круто, и мне повезло, что ты такая. Потому что в твоем возрасте, я когда начинаю смотреть, всякие вот эти тиктоки, девчонок, я думаю, господи Иисусе, ну нафиг. То есть это скорее исключение из правила, что у тебя такое мышление, и ты при этом игривая, ну то есть за счет своего возраста, но при этом мысли у тебя достаточно взрослые, насчет семьи, детей, воспитания. Вот ты смотришь все эти ролики, как правильно там воспитывать, на что обратить внимание, психологов и т.д. и т.п. Ну, большинство в твоем возрасте, они просто курят вейпы, одноразки у них там, ну, писки, и вот это все. Ты сама организовываешь свадьбу, ты сама там занимаешься домом. Я конечно вспомнила. Мы практически каждый день созваниваемся с моей подружкой, которая из Брянска тоже в Москву перебралась. У нее этим летом тоже свадьба, она выходит замуж. Вот, и в последнее время мы с ней общаемся, а мы с ней дружим лет, наверное, с 15-16, вот так. Раньше у нас были одни темы, сейчас другие. И вот в последнее время, как мы с ней общаемся, мы замечаем, что у нас разговоры, там, не знаю, она ко мне в гости иногда приезжает, она спрашивает у меня потом по телефону, Катюха, что ты за крупу мне там варила? Какой там состав? Я говорю, ну, я туда там чечевицу кладу, там киноа, там бобы, еще что-то рассказываю. Она говорит, а, прикольно, надо попробовать своему, типа, ну, у нее там почти муж уже, Дима говорит, надо Диме попробовать приготовить. Вот. Или, допустим, я там сдаю анализы, она тоже сейчас ходит, сдаёт анализы, там, как-то заботимся о своём здоровье. Я говорю, а вот этот там гормон у тебя сколько? Я говорю, а это завышено, это надо, короче, уже пропить, там, витаминчики, вот это вот всё исправить. И потом мы так акцентируем внимание, я говорю, Аня, вообще, когда всё поменялось, почему мы разговариваем про витамины, про здоровье, про еду и про быт. Потому что раньше наши разговоры были, типа, ну, лет там 15-16, алло, привет, пошли на Курган погуляем, погнали в кальянку, всё, вот-вот, наши такие были разговоры. И буквально прошло несколько лет, и мы разговариваем совершенно о другом, вот прям резко всё так изменилось. Резко повзрослела в Сочи, на самом деле, потому что я там жила одна, и было очень сложно. Я вот прям, знаете, из родительского гнезда так влетела, и ощутила всю вот эту вот сложность бытия, потому что мне нужно было одной там как-то зарабатывать, снимать квартиру, ещё при этом я на заочке училась, и я тогда уже резко поменялась, и поняла, что хихоньки-хахоньки как бы не всегда уместны, то, что нужно как-то жить жизнь. Ну и если подытожить, я наоборот рад, что ты не бухаешь, не гулёна, у тебя нормальный, спасибо, там на цветочки предлагают. Понятно. И, соответственно, то, что у тебя мышление такое нормальное, здоровое. Ну я не зануда, я люблю погулять там в каких-то компаниях, и вот, допустим, недавно мы к подруге, к моей ездили на день рождения, были на природе, жарили шашлыки, там были батуты, знаете, такие именно как круглые, чёрные, вот мы на них там прыгали, мы играли в волейбол, в общем, я люблю такие вот компании, веселушки. Блин, я столько там смеялся, что на следующий день... То есть мы не душнила, на самом деле. Знаешь, когда долго смеёшься, у тебя как будто горло болит, на следующий день ты сиплый становишься. Я над Димоном угораю, господи. Когда в мяч играю. Когда в волейбол играю. Там просто чувак напился, и он... Да, очень весело было. Ну да, такой подшофе был, я ему подавал мяч, постоянно его гонял, просто ржал. Я помню то, что он мяч словил, сам не понял, как это произошло, потому что у него так, ну, голова, походу, кружится. Он словил мяч, и у него глаза вот так вот в кучу, он смотрит на этот мяч вот так вот, не понимает, что происходит. Да, было смешно. В общем, прикольный был день. Короче, что я хотела сказать, мы не зануды, мы не душнилы, мы любим веселиться, мы не против знакомств, не против друзей, каких-то таких вот тусовок иногда, где-то там за городом. Единственное, Андрей ненавидит клубы, он не понимает этого, потому что он не пьет сейчас вообще алкоголь, и в клубах ему хочется, чтобы можно было поговорить, чтобы не орала так громкая музыка. Просто вот мы на колонке тогда, на природе включили музыку, можно и попеть, и потанцевать, и поговорить при этом. Вот, и такой отдых ему нравится. И пожрать. И пожрать, да. Ну да, а то мы когда вот у тебя на день рождения были... В фабрику, да. Мы сидим за столом... Блин, и вот это... Что? А? Что? Все хотели как-то поговорить, но музыка настолько громко хреначила, что мы постоянно вот так вот друг другу просто на ухо уже орали. То есть в клуб если идти, то это просто вот напиться и танцевать, все, там не поболтать, ничего, никакого атмосферного отдыха там нет, к сожалению, или к счастью. Вот, поэтому если мы хотим, допустим, куда-то там, не знаю, встретиться с какими-то людьми, отдохнуть, там, потусоваться, то можно вот так поехать за город. Мне понравилось. Все, вырубай камеру, я Андрюшке хочу позвонить. Какому? В каком? Нашему дружбану. Будем милдеров. Андрюх, мне помощь нужна, мне плохие комментарии в Ютубе пишут. Что скажешь? Ну там разные люди. Поможешь вопросы решить? Да. Пиши фамилию, размер сапог. Чего? Фамилию, размер сапог. У них просто будет этот, турпутевка. Оформлена в лес. Окей, я список составлю всех. Мы подготовим. Спасибо большое. А если серьезно, то 12 августа у нас свадьба будет и приходите. Если лесен не сможет, сам приезжай. Будем рады. Да. Мы в Брянске будем праздновать. Написал мне, как ты предлагаешь, о, пришла. Привет. Привет. Теперь будешь смотреть влоги. Себя увидишь. Спасибо.